Минфин не согласился с предложением бизнеса поменять фискальные правила, газета РБК. Платежи против налогов Яна Милюкова полночи 25, 13 марта 2015 года. Фото, Олег Грицаенко, РБК фото, Олег Грицаенко, РБК бизнесу не удалось с первой попытки убедить власти расширить налоговый кодекс, включив в него неналоговые платежи. Это сделало бы нагрузку более предсказуемой. Но Минфин подсчитал идею вредной для самих предпринимателей. Бизнес просит ясности. В декабре первый вице-премьер Игорь Швалов поручил финансово-экономическому блоку правительства проанализировать обязательные неналоговые платежи. Нужно было выделить те из них, которые являются по своей природе налогами и доложить о целесообразности регулирования таких платежей в рамках законодательства о налогах и сборах. Поручение было дано по итогам ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщал Интерфакс. Ранее представители бизнес-объединения неоднократно заявляли, что декларируемое властями неповышение налоговой нагрузки фактически не выполняется, а реальная нагрузка на бизнес существенно выше из-за большого числа неналоговых платежей, которая выросла за последние годы. В итоге нет реальной картины с фискальной нагрузкой на экономику. В числе таких платежей назывались утилизационный сбор, страховые взносы, плата за негативное влияние на окружающую среду и ряд других. С 1 января 2015 года страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования в 5,1% решено взимать со всех зарплат, пороговое значение было отменено, были повышены ставки платежей за пользование водными ресурсами и ряд других. Кроме того, нет четкой системы контроля за уплатой таких платежей, поскольку не все администрируют ФНС, жаловались предприниматели. РСПП направил в правительство список неналоговых платежей из более ч. м60 пунктов, сказал РБК-источник, близкий к Бюро управления организации. Позиция Минэкономразвития была направлена в адрес Минфина 19 января, сообщил РБК-представитель министерства. В ведомстве считают целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в налоговые и бюджетные кодексы, прописов основные принципы установления и взимания некоторых публичных платежей, которые в настоящее время не кодифицированы. Конкретный перечень платежей, подлежащих кодификации в налоговое законодательство, еще не составлен, уточнил чиновник. Минфин не хочет изменений. К середине февраля Минфин проанализировал вопрос, собрав мнение правительственных ведомств и представителей бизнес-объединений, и направил доклад в правительство. Представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил РБК, что в секретариате этих документов не видели. Из доклада, с ним удалось ознакомиться РБК, следует, что Минфин не поддерживает изменения налогового кодекса за счет включения в него ряда неналоговых сборов и платежей. Основный довод, такое решение приведет к значительному усилению ответственности за неуплату. Но это можно считать не недостатком, а плюсом, поскольку тогда система ответственности будет более прозрачной, говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов. Получатели сборов имеют рычаги воздействия на неплательщиков, но нет четкой системы. За неуплату уже налога действует административная и уголовная ответственность, подразумевающая в том числе и систему штрафов и пени. Кроме того, как считает Минфин, изменения повлекут формальное увеличение налоговой нагрузки. Это в свою очередь приведет к снижению позиций России в рейтинге. По показателю налогообложения, в последнем рейтинге, 49 место по этому показателю. Сейчас налоговая нагрузка на бизнес составляет порядка 34%, включая налоги и страховые платежи. Но фактически бизнес снесет гораздо более крупные расходы, говорит Орлов. В данном случае позиция государства несколько цинична, а бизнес призывает быть реалистичными при расчете нагрузки. В любом случае при расчете показателей возврата на капитал. Рээ и разработки стратегии компании будут учитывать все уплачиваемые платежи, а не только те, что регулируются налоговым законодательством, минус говорит он. Надо определиться, что нам важнее – прозрачный инвест-климат или формализованное место в рейтинге. Исходя из того, как в правительстве видят ситуацию, и нужно принимать решение. Но мы и не говорим, что нужна автоматическая кодификация налоговых платежей, минус говорит источник, близкий к Бюро управления РСПП. Кроме того, как обращает внимание Минфин, если налоговый кодекс будет расширен за счет включения ряда неналоговых платежей, это потребует увеличения штата ФНС и дополнительной подготовки сотрудников налоговых органов. Путин рассудит представители бизнес-объединения не считают, что вопрос закрыт. Он был вынесен на обсуждение 4 марта на встрече премьера Дмитрия Медведева с предпринимателями, рассказали РБК два его участника. Правительство не собирается вводить новые налоги и сборы, равно как и повышать ставки по существующим налогам и сборам. При этом мы, конечно, должны продолжить совместно с вами совершенствование налогового законодательства и администрирование по обязательным платежам в бюджет и в небюджетные фонды. Минус сказал тогда премьер, цитата по Government.ru По неналоговым платежам премьер согласился, что многие вещи надо заморозить на год как минимум. Но необходимо провести инвентаризацию, что мы уже сделали. Минус пересказал ход дискуссии глава РСПП Александр Шохин на встрече с журналистами 10 марта. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой в регионах. Многие из этих платежей связаны с доходами местных бюджетов. У местных властей есть право снижать их, но, в текущих условиях, только самые отчаянные будут снижать. Представители РСПП после встречи передали список из 73 актов, действия которых надо заморозить, в их числе и те, что касаются платежей, в Минфин. Когда по этому вопросу будет принято решение, неизвестно, сказал Шохин. Получение списка РБК подтвердил источник в министерстве. Мы сейчас пытаемся систематизировать, какие платежи в бюджет и каких уровней поступают. И дальше будем разбираться, какие можно было бы отменить, какие сократить, какие перевести в налоговый кодекс. Минус сказал РБК глава ТПП Сергей Катерин. Тему с неналоговыми платежами бизнес намерен вынести на заседание Госсовета по малому и среднему бизнесу под руководством президента Владимира Путина, которое намечено на середину апреля, сказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки доклада к Госсовету. Эта тема обсуждалась на заседаниях рабочей группы по подготовке к Госсовету, минус подтверждает Катерин. Сейчас совсем не то время, чтобы перекраивать налоговый кодекс, минус скептичен чиновник финансово-экономического блока правительства. Минфин готов рассмотреть регулирование страховых взносов в рамках налогового законодательства, сказал РБК представитель министерства. Автор статьи – Яна Милюкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова